В эти дни в Даугубелсе идут последние приготовления к главному празднику. Город отметит свой 739-й день рождения. В организации торжеств участвуют все предприятия городского коммунального хозяйства. Под особым контролем находятся вопросы обеспечения мероприятий электроэнергией. Предприятию Лабия Картошина надлежит провести покос парков и скверов, вывесить праздничные флаги и обеспечить установку и последующий демонтаж специальных ограждений для направления людских потоков во время концертов. В местах проведения массовых мероприятий будут установлены дополнительные биотуалеты и мусорные контейнеры, организована своевременная уборка территорий. Предприятие Даугубелс Уденс отвечает за доставку необходимого количества воды для водного шоу и заполнение емкостей, которые послужат противовесом для сцены, установленной на площади Венебес. Монтаж сцены начнется с 17 часов 3 июня, поэтому автостоянка возле гостиницы Латгола будет закрыта и огорожена. По традиции праздники сначала пройдут в микрорайоны города. На площадках, где будут проходить концерты, запрещено парковать транспорт. Основные мероприятия приходятся на 6, 7 и 8 июня. Начиная с пятницы 6 июня, все центральные улицы, прилегающие к улице Ригас, площади Венебес и парку Дубровина, будут перекрыты. Первый большой концерт у нас уже в пятницу вечером. Обратите внимание на то, что улица Ригас, начиная с Циэтокшня и Димназиес до Саулес, будут ограждены уже с пятницы вечера. В дни главных торжеств горожанам рекомендовано пользоваться общественным транспортом. По выходным 7 и 8 июня будут курсировать дополнительные рейсы трамваев и автобусов. А проезд будет бесплатным. Гостям города предоставлена возможность пользоваться несколькими крупными автостоянками. За парковку транспорта плата не взимается. Первое будет около, не доезжая до крепости, около стадиона, футбольного стадиона. Дальше, вот, значит, тут, где мы сейчас находимся, около Кайраута, около Депо, угол Балвы и Циэтокшня, около Олимпийского, за Олимпийским. Ну, то есть, это такие места, где большое количество машин можно свободно поставить. В воскресенье 8 июня из центра города праздник переместится на территорию Даугубинской крепости. С 17 часов 7 июня будет закрыто движение транспорта через Михайловские ворота. Пройти в крепость смогут только пешеходы. Организацией транспортного сообщения в праздничные дни занимается предприятие ЦКДД, а контроль возложен на полицию и самоуправление. Движение транспорта в крепости будет организовано через Александровские и Константиновские ворота. В свою очередь, пешеходы смогут попасть на территорию крепости также через Николаевские ворота. К тому же сообщаем, что на территории крепости для движения автомобилей будет закрыт участок улицы Михаила от 2-й офицерской до Михайловских ворот, а также будет закрыт участок улицы Императора от улицы Константина до улицы Михаила. К дням города участки улиц, где сейчас ведутся ремонтные работы, должны быть открыты для беспрепятственного проезда. Как пройдут праздники, зависит и от поведения горожан. Достаточно быть дружелюбными, внимательными друг к другу, не оставлять без присмотра детей. На массовые мероприятия не брать с собой домашних животных, ничего не ломать и соблюдать общепринятые правила. Запрещено приспевать алкогольные напитки, находиться в состоянии алкогольного опьянения, которое затрагивает честь человека, не курить в парках, скверах, на детских площадках, а также не курить в присутствии малолетних детей. Просьба не исправлять нужду в местах, где это не положено. Подробная информация об организации транспортного движения в Дни города размещена на сайте городской думы.